это чё за это чё такое бы все как будто как треснула где лак делала дата производства 14 11 2017 да ёбрин как так то как пацаны все было бы ничего но лак походу получается просроченный потому что у него наверно всего год срок годности он 17 года произведен но я им покрывал диски и все было нормально в чем здесь дело но это сто процентов так сейчас чтобы для наглядности я посмотрю туманки туманки пацаны огнище просто получились но и у них такая же беда я не знаю как вам показать то есть не видно это нельзя назвать паутинкой я с таким первый раз сталкиваюсь но это сто процентов дело в материале такое происходит только по одной причине если бы пары выделяла сам пластик или что-то под покрытием то лак скукоживается в такую делается штуку так собирается короче весь а здесь он пошел трещинами то есть ссылаясь на то что он не смог растечься скорее всего его надо было разбавлять не разбавителем а уже растворителем да блять ну короче придется все заново переделывать ну вид пацаны блин конечно шикарный есть грязь под фарой но а снаружи блин ну все огонь было бы туманки вообще отличные получились как новенькие сейчас попробую попробую ну да ощущается просады просады ощущаются знаете чё я сейчас попробую все это дело перешкурить двухтысячной наждачкой и лак отполировать лак можно полировать это не пластик так что давайте попробуем посмотрим что получится так пацаны начал убирать вот не знаю видно вам будет нет вот такая вот фигня получилось не знаю из-за лака это все но убирается слава богу поэтому сейчас заматируем заодно спилим шагрень и фары будут еще лучше как после прям чудной полировки не будет ни шагрени ничего не мусора в лаке потому что прошу в гаражных условиях так что проверяйте срок годности лака всегда хочу вам показать что будет если оставить вот такой бы фару то есть вот видите вот она как это называется не знаю высохшая пустыня или или неподготовленная старость вот это все провалилось если вы думаете что это я такой косожоп или еще что-то нет вы ошибаетесь такое может случиться абсолютно с любым даже профессиональным маляром иногда бывает такой несовпоставимость материалов и происходит еще хуже еще бы прошло все вообще бы все сдирать и заново переделывать а тут мы всего лишь час заматуем уберем и заполируем хотя я мог не показывать а заполировать поставить сказать пацаны все получилось супер блять берите пользуйтесь нет вы должны знать все нюансы которые с могут произойти и в данном случае это просроченный лак ну я на 99 процентов уверен что не разбавить или не что тут не виновата всегда разбавляя процентным стаканчиком то есть не на глаз это определенное дело в материале если испарялась бы фара от старого лака то было бы это на одной а это на всех изделиях получилось вот такой промежуточный результатик получился такие грани я стер но мне кажется после полировки все равно будет немножко заметно эти трещинки фары я отполировал покажу вам только туманки у них вид новых просто вообще космос а теперь посмотрите какие у меня стоят то есть они никогда не работали они никогда не включались я даже смотрел по старые фотографии там туманки все черным были закрашены сейчас надо заняться передней частью автомобиля как я вам говорил я хотел перевесить номер но знаете что я вспомнил что с 1 августа нам должны быть доступны квадратные номера на наших малышек поэтому я его не буду трогать не буду здесь делать лишние дырки он не здесь и так в плачевном состоянии немножко но это не важно до него я тоже доберусь поэтому номер пока останется так хорошо что я вспомнил и как я уже говорил сейчас попробую поиграться зазорами может даже буду с молотком на нее кидаться но красота требует жертв здесь большой зазор и здесь вот капот прям торчит потому что он лопнут в этом месте как я уже и показывал по сути его надо выправить и подварить и вот здесь вот мне кажется маленько высоковато в этом месте попробуем открутить глянуть что там к чему посмотреть может там каких-то шайбы или еще чего не стоит и может даже выдвинем сюда маленечко а и самое главное самое главное надо найти провода на туманке но ориентировочно думаю я смогу их найти может даже и вот это вот быть они потому что жгут на проводку вот он весь идет на освещение дайте два провода оказались от правой противотуманки а где они у нас здесь я конечно вижу пока ладно найдем не страшно значит из моих наблюдений что я вывел вот это вот часть которая садится на правый так сказать стакан знак правильно называется она не откручивалась а вот это вот часть на ней явные следы что она откручивалась есть вероятность что ее высоко сделали поэтому надо сейчас попробовать ее открутить и чуть-чуть пониже опустить если это получится вот она трещина как я вам говорил я не знаю откуда могла такая появится но есть догадки что когда вот в этом месте оставляют что-нибудь капот упал и лопнул либо прыгал не был был неправильно отрегулирован и всю дорогу прыгал капот в конце и 10 лопнул там цело здесь вот такая вмятина и и надо варить а варить пока возможности нет вот я поджал маленечко не знаю ведь нет чуть-чуть стал пониже все равно не так как я хотел но пока надо устранять этот нюанс тут аж по бокам выдавила это стопудово на что-то на какой-то предмет упала может труба лежала какая-то прямо так вот что прям на нее пизданулся капот что его вот он по бокам увидите смотрите так что здесь может быть все что угодно это как на жигулях то в курсе если хоть один раз капот вскрывали то есть дергали за трос через стекло то все это беда на его потом никогда не выправишь ровно только новый и здесь по ходу история такая же но капот стоит 12000 которых разумеется у меня нет так братва сожалению другого способа я не нашел и по моим подсчетам в общем вся вот эта вот рамка которая подфарная она как бы ушла право по ходу движения и это не мной еще было сделано это было до меня потому что я смотрел фотографии и на пьес самых первых фотографиях зазор по фарам был большой я надеюсь что это поможет сильно тянуть не буду потому что много чего может прозайти также есть момент догадки что гуляет уже лонжероны кто марковод знает эта болезнь но они никогда не были развязаны и это не turbo будем надеяться что с ними все в порядке сейчас чуть-чуть попробую подтянуть маленечко потом по фаре посмотрю вот она крепление которое говорит о том что не ровно то есть сюда вот не попадает гайка крепления фары вот такие дела вот так вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Наконец-то я закончил сборку В общем, сколько бы я не пытался тянуть Ни влево, ни вправо Так зазор у меня и остается Максимально сколько мог подал Теперь здесь хотя бы у меня выровнено Более-менее А, вот так у меня была маленькая фара наклонена Вот Здесь вот зазор как был под фарой Так и остался Ну, как это решать я пока еще Не придумал Здесь почему-то, которая сторона у меня Билась, более-менее ровная Ну вот это вот Но это было еще до меня Вот такая вот история По передней части Теперь надо отрегулировать фары И купить блок розжига Как он сгорел Никому неизвестно Но он был 100% целый Я его проверял Поэтому завтра я куплю блок розжига Ну и покажу вам конечный результат Короче, купил вот такой вот блок Омега-лайт Ксеноновый Тонкий Сейчас его установлю Покажу как Установить его Если у вас нету Еще ксенона Туман И блок Короче, устанавливаем Сюда вот В верхнюю точку Не знаю, видно вам нет На 3М-овский скотч С двухсторонний Все будет держаться Не переживайте Все Вот так вот это Безобразненько выглядит Сейчас вот сюда вот Соберу вот в эту штуку Будет все аккуратно Не бойтесь, что вода попадет Туда не попадет Они влагозащитные Все клеммы И сам блок Ничего страшного нету Тут уже Пока воткнул первый раз Уже сгорел предохранитель Хорошо, что поменял Там проволочка была Сейчас вот оборотил Внимание, что Какой-то вообще Далекий человек Намотал туда проволоку Причем-то толстую Я когда-нибудь сниму ролик Про электрику Вообще Как к ней надо относиться Это довольно-таки Серьезная тема И плачевная Если будет интересно Я потом вам расскажу Об этом очень подробно И интересно Значит Прихватил он стяжечками Все Вот в таком вот Висячем состоянии Ну, чтобы оно и не брякало Никуда Думаю, нормально будет Главное, все заизолировано Все сделано как надо И знаете, что я сейчас Здесь нашел Смотрите Вот это вот Вот это уже беда Я один провод сделал Вот он торчал Сейчас я все здесь Заизолирую Посмотрите Видите, что происходит Это все Это пожар И нет у вас машины Это не моя вина Здесь так было Я сейчас это все Исправлю, конечно же Ну, так вот Хотя бы это все Должно выглядеть Это уже Какая-то безопасность Может быть Это некрасиво Но здесь Смысл и не в красоте Кстати, посмотрите Вот состояние двигателя Прошло примерно Около месяца В принципе, я бы не сказал Что он грязный Вот он в пыли Но пыль не грязь Защита много решает Для тех, кто думает Что это так Фикция Нет, пацаны Защита нужна Если еще лучше Если еще есть железная Субтитры добавил DimaTorzok Именно с такого ракурса Я вам мог снять И показать Мои хорошенькие Красивенькие фарки Сказать, что Леха молодец И все в таком духе Но вы знаете Какой у меня контент И у нас все по-настоящему И я вам покажу Что получилось На самом деле Все, что я вышкурил И выполировал Дало эффекта на два дня Лак окончательно сел И эти риски Проявились снова А туманки Которые я помыл И вымыл Они напрочь запотели И они периодически высыхают И заново потеют После дождя Это говорит о том Что там капец герметику Вот такая она действительность Друзья Теперь мне придется Все заново разобрать Расклеить фары и туманки Все почистить И собрать на хороший Качественный герметик Чтобы фары не потели Всегда воспринимайте Свои неудачи Не только для того Чтобы учиться на ошибках Но становиться лучше Чем вы есть сейчас И пример этих слов Вы узнаете В следующей серии Субтитры создавал DimaTorzok